Приветствую всех. Тема, как удерживать внимание. Сначала я задумалась, почему вообще встал вопрос о внимании. Когда начала исследовать эту тему, то поняла, что не только мы, христиане, учителя в основных школах, оказывается, поднимаем этот вопрос. Вообще, эту проблему поднимает сейчас во всем обществе. Почему? Немножко о цифре. Десять лет назад человеку дали задачу, и он мог взрослому. Анализировать ее две с половиной минуты, не отвлекаясь. Потом отвлекался. Сейчас, в девятнадцатом году, это исследование за этот год, на задачу он смог сконцентрироваться в сорок семь секунд. Это взрослый человек. Что это за явление такое? Это глобальное внимание, которое сократилось. Я надеюсь, вы догадывались, из-за чего оно сокращается. Оно перестало быть устойчивым. То есть, мы не можем это не учитывать при работе, при подготовке к полу. Это касается взрослых детей, но сейчас еще больше касается детей, и особенно подростков. Из-за огромного разлива поколения, да, во взглядах на жизнь, на мир, они шагнули вперед, вперед нас. Даже я себя чувствую иногда, вот, с ними динозавром. Поэтому, ладно, если бы можно было вообще этот вопрос задрагивать, почему у них сокращается внимание? Конечно, вы все поняли, потому что мы живем все с телефонами. Если бы не было последствий, то есть у этого явления есть последствия. Есть и положительные, и отрицательные. Я возьму только те, которые касаются именно детей, потому что их намного больше. Первые дети стали более импульсивны, то есть они не могут контролировать свои эмоции. И им сложнее заканчивать дела. И самое важное, последствия отсутствия умения анализировать и делать вывод. То есть называется это критическое мышление, которое упало на имену. И чтобы нам разобраться, вот как уже брат Олег сказал, это борьба интересов, мы сегодня вспомним, из чего состоит урок, подготовка к уроку, и на что стоит обратить внимание, учитывая, что борьба интересов сейчас на первом месте, особенно информационная. Когда мы готовимся к уроку, мы первое, что делаем, это выбираем нашу аудиторию, то есть возрастные особенности, мои любимые. Почему это так важно? Почему важны возрастные особенности, я могу это каждый раз говорить? Потому что можно потратить свое время, средства, что-то накупить всего, содействовать друзей, команду, вы все будете полагать на это энергию, свои ресурсы, и по выходу у вас ничего, цель быть не достигнута, просто мимо вообще. Почему? Потому что ребенок это не воспринял. Это не его методы, да, не его, никакие способы работы с ним. Поэтому обращаем внимание, первое, на возрастные особенности. Второе, мы используем, конечно, наглядность, да, то есть мы продумали. Возрастные особенности я учла. Дальше. Я учитываю наглядность, то есть при, я не буду на этом акцент такой делать, да, просто когда мы рассказываем библейскую историю, делайте внимание на деталях. Вот когда приходят в картинную галерею, есть картины, о которых люди могут часто стоять, даже больше. Что они делают? Они детали рассматривают, да. Если мы описываем климат той страны, то опишите его так, чтобы по нему прям от ваших слов ветер ушат. Пролетел, да, то есть это песчаная буря, то есть вы ее должны изобразить словами, песчаная буря. Наглядность, детали в описании одежды, тоже очень важны, да, в прическах, в культуре того народа. Третье, мы учили потребности ребенка. Опять возвращаемся к возрастным особенностям. У каждого они свои, да. То есть в чем нуждается ребенок именно вот вашего класса. Потому что взять каждый класс, допустим, взять класс нашей церкви 10 лет, класс 10 лет в другой церкви, да. Это будут базовые потребности одни, но особенность именно вот вашей микроклимат вашего класса, он будет другой. Поэтому, когда вы готовите урок, сразу в глаза представляйте ваших детей. Так будет вам легче архитироваться. Подростки нуждаются в авторитете и в принятии. И вот когда они делают что-то напоказ, ну, такое у них обычное, да, чтобы привлечь к себе внимание, разными способами, важно учителю оставаться в нейтральном положении и не давать никакой оценки. Я вот пользуюсь таким коротким словом. Вот он что-то делает, да, такое яркое. Это может быть как плюс, как и минус. Я сразу говорю, ого, то есть я его словом заметила, он оценен, да, его все увидели, но я как бы нету в этом слове никакого осуждения или приговора. То есть я не говорю, что ого, ну, ты додумалась, как это сделать, да, или ого, как здорово. Да я просто говорю, ого, и все, и я оставляю это на послесловие такое. Мы учитываем четвертую подвижность. Вот если с малышами, это касается всех возрастов, если с малышами учитываем уже легко придумать, да, Игорь, ну, как бы это как будто естественно. Да, то подростки остаются у нас в классической обвозе. Но мы должны помнить, что у нас не лекция, и они еще не студенты, да, где пара идет больше часа. Они, конечно, большие, мы думаем, как же мы их расшевелили, вот, подростков некоторые уже выше нас. Но для них это необходимо. И вы подумайте, учитывая ваш класс, вашу обстановку, как вы можете это сделать? Как они могут у вас подвигаться на уроке? Ну, например, да, что вот это может быть? Вы, допустим, приготовили много выражений, где нужно только, если ты согласен, поднимаешь руку. И говорите, ну, допустим, на скорость, за 10 минут, там, 15 утверждений, да, и они просто согласны, поднимаете руку. Они уже двигаются у вас, да, выходим на доске, они двигаются. И вообще, вот, что движение для них? А надо им понять лучше. Мы в лагере проводили такую игру, была какая-то беседа по поводу сплетен, и было две команды, лицом первые стоят ко мне, а все остальные повернулись спиной. Я показываю движение, которое было из трех частей. У нас была здесь голова, руки и все тело какое-то. Вот три нужно показать. То есть он посмотрел, да, они одинаково на меня посмотрели, восприняли, адаптировали, поворачивали, трогали плечом, соседы, ему показывали движение. То есть это как глухой телефон, только в движении. И в конце получается, что, ну, было очень смешно, потому что до конца дошло вообще не то движение. И они так, я говорю, ну, вот видите, да, как бы вы ни старались передать чужие слова своей подруге или другу, да, вы не сможете, потому что вы воспринимаетесь мир, свое ощущение по-своему. И они, давай сфорить, не, давайте еще раз, мы сейчас постараемся, мы сейчас будем точно, я в точности. В общем, пять раз мы проводили, результат ноль. Ни одно движение до конца не дошло. Это я про то, что они сейчас очень такие ранены, да, если что-то передали, там, про тебя то сказали, про тебя это сказали, сразу, а теперь они, ну, теперь вообще словам не будем верить. Я говорю, конечно, подходите и узнавайте сами. То есть в движении он поднимается легче. Еще такое есть понятие, что вовлечение слушателей. То есть, ну, я больше сейчас, например, затронула старшую руку. Распределение ролей, например, ну, у малышей понятно, можно там, с костюмом это на лице показать, да, как у подростков это можно сделать, например, библейскую историю мы прочли, и я говорю, ты отвечаешь глагол, существительная, ты прилагательная. Вот вы ходите и рассказываете библейскую историю, только, ты используешь только глаголы, ты дополняешь прилагательными, ты существительная. Это сложно получается. Как показалось, просто, да? Ну, сколько процесса задействовано, прямо вот по зрачку видно, что вот у них там все еще верится, вот информации много, ее нужно обработать, выдать и подумать, чтобы еще какая-то история, цельная история получилась. Или я люблю задействовать лицо, например. Как бы ты отреагировала, если бы ты был, покажи лицо, например, лицо Анани, да, или там лицо Петра, ну, в той ситуации, которую я беру из урока. Сначала они, ну, как бы они зажаты, да? И вот эта зажатость, она снимается, и они, вот даже видно, что после такого, там, 5 минутки, они тоже сидят, они уже были распрощенные, чувствуют себя как-то уверенно. Ну, с младшим классом идеально вообще заниматься на полу. То есть вы все, вы учили в своем уроке, так, вот тут у меня подвижность, да, все, подвигалась. Пятое, это развитие критического мышления. Что такое вообще критического мышления? Это когда человек может сопоставлять факты, сравнивать разные источники, строить логический вывод и анализировать разные точки зрения. То есть обычно подростки основываются только на своем мнении, да? И я, и, как бы, мое мнение, оно авторитет, и для меня оно самое главное. Вообще-то особенно трудно вот в связи с цифровым миром для поколения. Именно делать анализ. Как мы это можем применить в уроке? Вот это все учитывая, как я это могу сделать? Просто сначала задавала вопрос, почему он так поступил? А как можно было по-другому? Было ли у него два варианта? Или, может быть, есть какой-то третий вариант? Давайте вот, проблема, да, с стрелочками там. Три варианта выхода из этой ситуации. Пусть они начнут думать. Как поступило бы большинство ваших одноклассников вот в этой ситуации? Мы привлекаем все общество, где они общаются, да? И почему так трудно, выбираем потом верный вариант, и почему так трудно поступить? То есть вокруг одной истины, да, или там центрального золотого стиха, мы обрисовываем их со всех сторон, задаем вопросы. То есть на самом деле, вот кажется, это простые вопросы, но там нужно сделать большой логический вывод. Например, на последнем уроке с младшим подростком, мы проходили тему Аннани Сэрфири, читали по стиху, задавали вопросы. То есть мне нравится, когда мы читаем стих, а они встают при этом, да, то есть я учитываю, чтобы они двигались. В общем, создаем на уроке движение. Вы знаете, да, движение притягивает движение. Вы создаваете такое движение на уроке, чтобы у вас все шевелилось, там ходили, вставали, поднимали руки, ноги, не знаю, чтобы все работало. Мы читаем стихи, ковыряемся в каждом. Я говорю, как это сказать сейчас по-другому? То есть на любое слово я говорю, как это сказать по-другому? Да, это вот сразу мы прорабатываем словарный запас. Вроде бы мы все разобрали, вычленили из этой истории три главные мысли. Чему нас учит вот эта история? Я говорю, все понятно? Да. Я говорю, хорошо. Почему Лука написала Феофилу такую неприятную историю? Разве это можно хвалиться, да? У тебя два трупа в церкви, кто такое вот расскажет, рассказывает вообще? То есть это не письмо ободрение, приходи в церковь, у нас так хорошо, вот недавно вот вынесли двух человек. То есть зачем такое рассказывать, да? То есть если это осталось, это не поделялось в истории такие, да? То есть она отошла до нас, значит для чего-то. И вот мы вычленили из нее три мысли, и мы готовили этот урок вместе с этими учителями параллельно. Он не знал об этом, что я тоже приготовила урок. Вот. И говорю, ты сделай рабочий лист. Говорит, я не знаю, как будет. То есть я не знаю, что вот про ананим сафиры, можно задать им на выходе. Я говорю, я тоже. Я говорю, и вот просто мы сделали упор на мышление. Написали ананим сафиры, берем маркер, пишем, рисуем три овала и пишем фразу. Бог хочет, чтобы я... Я говорю, что? Вам эта история вся понятна? Да, очень просто оказалась история. Мы разобрали на косточке. Я говорю, хорошо, теперь сделайте вывод свой. Бог хочет, чтобы я, вот включи эту историю, что сделал? И вот пауза. Обычно я называю паузу, когда говорю. Вот тут, думаю, у них пауза. Почему пауза? Потому что применять информацию, переработать и выдать, это вообще колоссальный процесс. Знаете, мы же не едим сирое мясо, да? Мы его обрабатываем, мы еще лучше перекручиваем на мясорубки, жарим еще, чтобы наш организм это все усвоил. Вот это вот очень сложный такой процесс. Сделать вывод для себя лично. И причем тут ты не спишешь, потому что я не знаю, в чем нуждается сосед, да? Я знаю только свою жизнь. Вот я говорю, вы завтра пойдете в школу. Что бы хочет, что бы сделали, узнав сегодняшнюю историю? Просто, чтобы вы ее узнали. Здесь внутри Амдала, к концу этого времени они поняли, что вообще, что я от них хочу. То есть, ну, мы оставим это на постоянстве, на каждую историю. Почему? Это навык. Аналитическое мышление, да, и развитие критического мышления. Это навык. Это просто нужно время, которому они поймут, что вы от них хотите. Со старшим еще можно играть в словесные игры, не называя, допустим, предметов. Нужно объяснить историю библейскую, не называя главных героев. Они тоже начинают думать, как это все обозначить, не называя главного, да? И друг напротив другом, и, кстати, мне это не отказывают. Шестое, это я называла начинка. На что мы обращаем внимание? Это как, знаете, вот пирог. Вот тесто, да, для библейской истории. Это то, без чего пирога не получилось. Это вот основа, без которой нельзя. А вот начинка, вот, чтобы это был вкусный такой урок. Вот чем мы можем начинить? У подростка по возможности, конечно, использовать карту. Но когда мы используем, допустим, карту только Средиземного моря, да, и по ней работаем. И тут я принесла просто адрес, не было большой карты. Я говорю, хорошо, види мне остров Крит на этой карте. Я думала, правда, что они это быстро, но они стали искать где-то в Ирландии. То есть мы карту рассматриваем того времени, да, про который мы рассказываем, историю. Но я теперь поняла, что нужно, чтобы было две карты висело, чтобы сразу привозить к реальности. А сейчас это где вообще? А кто соседи сейчас этой стороны? Изменились границы этого государства, это во время, и того времени. Так. И еще вот мне очень нравится, когда мы рассказываем еврейскую историю, рассказать детям, а что происходило в это время вообще в мире. Вот на нашей территории, какие племена бегали, да. Какие еще ключевые герои, значимые такие фигуры в истории делали, жили вот в это время, когда, допустим, жил Павел, или Зеге, да, или Киезе, ну вот, это очень расширяет круглозор, и им это интересно. Мы говорим о культуре этого народа, не просто, что они там боролись с филистимлянами. Кто такие филистимляне, остались они сейчас или нет? Что сохранилось? Что главного, ценного было у них? То есть они досконально должны вот мы изучить обратную сторону, а вот, чтобы мы делали отпор на библейском волшебном герое, да, а отрицательно как бы стараемся, ну, как-то вот поберечь их, чтобы они не знали. И получается, для них филистимляне это просто кодовое слово какое-то. Не понимаешь вообще, национальность это или какая-то религия даже. Мне у нас некоторые дети думали, что филистимляне это как мусульмане, это просто религия такая. И самое главное, это искать параллель между жизнью героя и жизнью ребенка. Вот где у них могут быть точки общей соприкосновения? Вот что у него со мной общее? Например, история, она не Софира, это далеко не детская история, да, но что мы там с ними взяли? Двойная жизнь. Это им знакомо? Конечно, потому что они в церкви приходят, переодеваются, да, в школу, другую одежду одевают, дома. Другие сегодня уже об этом говорили. То есть, какие у вас точки соприкосновения? Это для них прям, ну, очень так продуктивно проходит. Я еще про внимание скажу, вот, почему именно искать поучу соприкосновения? Вообще людям интересно, когда говорят про них. Согласна? Когда сидят родители на родительском собрании, они будут внимательно слушать учителя. Когда речь зайдет об их ребенке, они будут невероятно внимательно слушать. Если даже просвинить звонок или какие-то еще будут отвлекающие моменты, они будут сосредоточиться на учителях. Им важно, что скажут о них. И подростков это тоже касается. Им важно, когда вы говорите, не называя их имени, ну, это реально может про их жизнь. Один подросток мне сказал, вы знаете все мои секреты? Я говорю, нет. Я просто, значит, сегодня изучаю Библию. Он понял, что как будто это про него, да? Часто так говорят люди, когда приходят неверующие перерасцветки, говорят, он все про меня рассказал. Ему было интересно, да? Вот то же самое нужно применять с детьми. Для маленьких, ну, то же самое, да? Они постоянно, что какие у них проблемы там, где берут там 5-6 лет? Ссор, зависть, это мое, это не твое. То есть вот мы ищем истории библейские, как это, у них есть что-то общее. И что им делать с этим? И последнее, на что мы обращаем внимание при подготовке к уроку, это точка Б. Точка А, это начало, да? Точка Б, конец. Бывает, что время урока закончилось, время, а урок нет. Вы тему не выдали. Я убираю момент, когда, допустим, дух сведу наполняет, и вы видите, что сейчас это вообще не актуально, что вы готовили, да? А вот прямо сейчас нужна другая примесь. Я это убираю. Почему время вышло, а ваш материал вы еще не выдали? Бывают дети, вас отвлекают, да? Они будут раз, 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 два, три вопроса, и они вас увели. Если вы будете знать, что вы хотите в конце, на выходе урока, вот четко. Я хочу, чтобы они запомнили три новых города, три новые профессии из Библии и современной, например, сравнивали профессии, да? Я хочу знать, чтобы они вот так и так поняли, что им завтра, уже, уже завтра они могут использовать в школе. Тогда, даже если вас отвлекать вопросами, вы не зовете смысла, потому что у вас очень прямая, твердая, продуманная линия урока. И повторяем это просто несколько раз. И вот мы это все сделали, да, мы приготовились, мы поработали хорошо. И сейчас мы разберем, что же нам может помешать, вот как раз про внимание. Что такое внимание? Внимание – это избирательная направленность на объект с целью получения информации. То есть нам нужно, чтобы нас, дети, выбрали свое внимание, как наш, как объект. Не вид из окна, не что там сосед говорит, да? А именно нас выбрали. И сейчас для того, чтобы рассмотреть, мы вспомним наши опытные чувства. Ладно, какой знак? Я уже заранее написала. Глаза – наше зрение, уши, кожа – наше зрение, нос – воняние. И шестое чувство – разношение какое-то, да? Это вестибулярный аппарат. Равновесие или чувство, которое отвечает за ускорение. Вот из этого всего, чем вы пользуетесь, как учитель на уроке? Ну, больше всего. За что вы можете отвечать? За картинку, да? Это напряженность. И тушить, носу. То есть ваш речевой аппарат – это инструмент. Момент, который я сейчас буду говорить, я, честно, я сомневалась, но он в браке, как-то у меня улетела. Я хочу поговорить про наш речевой аппарат. И вот этот инструмент тоже нужно настраивать. Давай, 25% мы вспоминаем зрительно. 15% на слух. Туха, не может, пожалуйста. Подставим, да? И то, из 15%, что мы слышим, 20% потеряется. Вы можете сами это проверить. Мы приходим в собрание, да? Можем мы тут проповедь пересказать? На что у вас принято? На 100%. Какую-то половину вспомнить, да? То есть уху нужно помочь. Почему вообще проблема? Ну, говори, вы же слышите, что я говорю, да? Почему тогда непонятно? Потому что пока я говорю, вы мыслите в 5 раз быстрее, чем я говорю. Вот пока я говорю предложение, вы уже подумали, там, уже скоро обед, да? Или штука моя там еще не сделала, дети на меня ждут, и когда каникулы закончатся, успели отдохнуть при нас конференции, да? Вы мыслите быстрее. То есть задача учителя так построить урок и помочь слуху, чтобы в это время его мыслительный процесс все-все-все чувства, все тело было направлено на вас. Еще такая есть переговорка, когда ученые взгляды в глазах, в тебя, когда очень знакомые глазки, видите, я просто это видела, клик начинаю. Ваш переговорный взгляд в середину. Когда мы задаем вопросы, ребята, ну, за ноги откроют. Это как вообще аккуратно, это хорошо. И сейчас мы разберем нашу речь. Чтобы наша речь была не монотонной, допустим, если я буду говорить в одном темпе, монотонно, долго, 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 вот у нас есть шеи-чуть упоняния, осязания, мы устанем. Если я буду говорить слишком эмоционально, мы тоже устанем. Так вот, нужно здесь соблюдать баланс. И чтобы вот все, что мы приготовили, потратили время, да, там, помолились, все, и что все это донести до конца, не потерять, мы должны классно использовать, знать вот наш речевой аппарат. Чем можно раскрасить нашу речь? Я вот так и назвала их. Маркеры речи. Можете записать? Маркеры речи. Акценты. Первое – это акценты. Это смысловые ударения на слова в предложениях. Лучше делать на глаголах. Это не значит, что я буду каждое слово и вот, представляете, Давид, пошел на гору. То есть это тоже не вариант. Именно смысловые акценты. На чем вы хотите сделать ударение в этой истории? Как уже говорили, Библия многогранна, да, и в одной мебельской истории мы можем накопать, не знаю, 50 истин. Ну, вообще, какая цель урока? Вот там вы делаете акценты. Пауза. Да, сейчас все, например, вы меня обратили внимание, я даже бы закончила писать, да. Ими обычно не пользуются. Почему страшно? Мы так волнуемся перед уроком. Тут еще и пауза. Выдержать взгляд, учеников, это тоже волнительно. А чем заменяют паузу? Словами-паразитами? Или как бы догоняя мысли, что я хочу дальше сказать, да. Интонация. Это не повышение, не понижение голоса, я говорила. Давид, пошел и упал. Нет, вот так это тоже не работает. Это передача вашего отношения к тексту. Когда в школе задают, выучить стих ребенку, что хочет от него учитель? Выразительное чтение. Что хочет ученик? Не забыть стихотворение. Он вообще не понимает, слова не вникают. А кто-то едет по стране, рассказывает стихи, получает это гонорар, да. Почему люди идут на концерт? Потому что человек придает свое отношение. Если вы рассказываете без своего отношения, это будет очень сложно. Вспомните своих учителей в институте, да, в школе, которые рассказывают параграфные истории уже в 50-й раз, им там ничего не интересно. Они рассказывают на автомате, они не выражают своего личного отношения к этой истории. То есть вас эта история должна, она вас самим удивляет вообще? Нет? Вы тут видите Божье чудо? Вас она огорчила или обрадовала? Вот как? Меня вот сильно огорчает история с первородством. То есть я очень эмоционально рассказываю, и, конечно, может быть, слишком, да. То есть меня удивляет отношение в этой семье. То есть приходит сын с работы домой, да, с охота, дома есть нечего. Ну что это такое вообще-то? Это какой-то образец, да. То есть как невеста, допустим, она состоялась, как жена, мы видим, там, папа просит, там, приготовь ему что-нибудь по вкусу ему, я не знаю, что-то ему любимое буду, давно не готовили, да, то есть вообще не учитывая этого. И меня вот лично возмущает эта вот история Библии. Поэтому мы должны, если даже вы одинаково рассказываете историю, у вас там, сотворение мира каждый год, например, да, или урок книги Библии, первый урок в начале года, ну вы найдете, что вас еще раз удивит. Не просто расскажите. Вот лично, если она вас не касается, передайте урок другому учителю. Скажите, вот кто хочет, кого это трогает вообще? Это вот сегодня говорили, да, как раз о слугах, да, главное, что послужение шло, не я провела урок, да. И можете присутствовать на уроке, может быть, вас через это учителя коснутся эту тему. Спасибо. Спасибо.